это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры об играх которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 23 ноября 1908 года то есть 115 лет юбилей родился большой русский писатель николай николаевич носов вот знаете когда говорят большой русский писатель но это обычно применимо там не знаю к шолохову к бунину горькому к чехову а тут казалось бы детский писатель николай нос ну вот я на самом деле решил все таки сделать программу давно хотел сделать программу признаюсь об этом замечательным писателем и я бы так сказал визионере и пророки николая носа так что поехали друзья знаете вот носов на самом деле не просто писал книги он создавал определенную мифологию он создавал свою вселенную это вселенная стала частью нашего культурного кода вообще вот знаете сейчас это модно не просто там писать книги снимать фильмы а именно создавать вселенной свое время это сделал толкиен властелин колец там джордж лукас тоже кинематограф звездные войны конечно же ну а если мы говорим о том а со всех современных примерах то пожалуйста вселенная марвел то есть таков дух времени создавать именно вселенные чтобы втягивать туда доверчивого читателя или зрителя и на самом деле если бы мы были бы чуть просторопнее то мы вполне бы могли обыграть проработать продвинуть масса если угодно вселенную николая нос я конечно говорю прежде всего о замечательной трилогии о незнайке великой трилогии и конечно важно отметить что носов создавал вот эту вселенную до свою вселенную 60-х годах прошлого века советском союзе для него работавшего на очень таких трудных производствах для него это тоже был выход за границы обычного да это было такое устремление к мечте конечно николай носов писал не только о незнайке он создал целый ряд знаковых произведений ну например прямо сейчас покупайте ли там берите в библиотеке повесть ведь о малее в школе и дома это абсолютный шедевр детской литературы шедевр однако конечно в то же время незнайка занимает совершенно особое место я бы так сказал особое место в русском сознании потому что по ходу времени да там с течением времени смены эпох этот текст эта трилогия тоже изменили свою роль место функцию в литературе да и в массовом сознании тоже то есть получается что по мере развития цивилизации незнайка прочитывается по-новому вот кстати мои дочери очень любят незнайку это наверное главный текст из их детства я сам обожал незнайку в детстве это очень важно потому что это связывает нас друг с другом это наша единая как я вот люблю повторять система координат мы говорим о незнайке и понимаем друг друга это очень важно при том что возможно воспринимаем этот текст по-разному и конечно лучшая в трилогия незнайки без сомнения вот это вот 3 3 книга незнайка на луне это лучшее я бы сказал самая знаковая самая успешная самая популярная книга конечно ее известности способствовала ну буквально тотальное увлечение космоса я напоминаю что книга незнайка на луне опубликована издана в 1964 году а в 1961 был гагарин было его знаменитое поехали было покорение космоса она уже в 1969 году американцы высадились на луну то есть мир буквально бредил луной мир мечтал прилуниться мир рвался в космос особенно конечно советский союз сверх космическая держава и тут появляется незнайка на луне однако вот этот текст может прочитываться по-разному ну например читали его и так словно подглядывали в окно в другой мир тот который был на самом деле недоступен пусть и текст этот скорее походил ну скажем так на антиутопию и вот я сказал антиутопия да незнайка на луне этот текст можно и нужно так трактовать мы об этом поговорим чуть позже но насколько же это пророческий текст а вместе с тем вторая часть да там где незнайка попадает солнечный город это уже другая история это наоборот утопическое представление о том каким должно быть идеальное социалистическое общество это своего рода такой город солнце компанеллы только для детей из таких коммунистических позиций то есть я напомню что по сюжету незнайка в солнечном городе он попадает в такой совершенный мир где там масса изобретений и все это работает на газировке то есть такое просто счастье величие технологического прогресса и напомню я что и сам носов он весьма увлекался техникой наукой ну например был радиолюбителем однако фокус в том что вот в эту технологическую реальность которая мог бы вдохновиться может быть и вдохновлялся илон маск не знаю николай носов он как бы вкрапляет многочисленные отсылки к русской классики вот об этом не принято говорить на самом деле но именно в незнайке там есть масса отсылок как пушкину и достоевскому к разным совершенно автору и конечно это очень такая христианская история да ну например вот смотрите моральный аспект я напоминаю вдруг кто не читал да когда незнайка получает вот эту волшебную палочку и вот если вдуматься то метаморфозы которые происходят с ней с незнайкой всего чувством выбора если угодно с осознанностью выбора но это 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 замечательная в замечательная история я не знаю трактующая для детей то что мы называем вот философии стоицизма да то есть это такое сочетание технологического технологического там совершенства про прогресса да и морально-нравственного совершенства не человека когда они соразмерны вот что пытается показать носов это конечно очень сложная задача поэтому собственно верно я допускаю что приключение незнайки в солнечном городе читают меньше других текстов о незнайке ну люди вообще любят конфликт люди любят антиутопии безусловно и вот от того популярна именно третья часть как я уже сказал незнайка на луне читать ее можно читать ее нужно я подчеркиваю в разное время и в разном возрасте вот что собственно и лично я и сделал то есть сперва прочитал в детстве потом старших классах школы и наконец мы читали уже я был взрослым мы читали это с детьми буквально студировали эту книгу и она всякий раз открывалась для меня с новой стороны ну вот например в детстве этот скуперфильд скряга да там которого привязывают к дереву там совают ему кляп и я помню я боялся что он задохнется ну представляется ну просто злодеи злодей однако со временем ты понимаешь что это не просто это очень сложный образ это такой бунтарь до который бросает вызов капиталистическому обществу это такой чужой среди своих и ведь если копнуть глубже я позволю себе немножко литература видения вот смотрите это же прямая отсылка в этом образе скуперфильда к фразе душа по своей природе христиан то есть да конечно он злодей но это не абсолютное зло в нем есть вот это вот желание стать лучше от того собственно он так любит природу потому что природа это первое проявление бога и вот такие глубинные смыслы можно отыскивать в этой книге которая казалась бы детская но на самом деле она не детская и в этом прелесть не знайте что и могут читать и взрослые и дети то есть по факту носов создал действительно как визионер создал мощнейшую пророческую антиутопию не знаю как антиутопию орла чапка хаксли замятина юнгер и так далее его смотрите луна до куда попадает не знаю к теряя почек открытом начинает свой бизнес я обожал этот момент в детстве но не важно то есть разве это не наша с вами реальность причем реальность максимально критически то есть разве нами прям разве нами прямо сейчас не управляют все эти спрутцы которые буквально выжимают из людей последние соки это блестящая яростная критика капитализма да она подана казалось бы в виде детской книги но это сделано блестяще и конечно во многом не знаю к на луне пересекается с другой великой книгой который обязательно сделаю выпуск дай бог это приключение чаполина авторство джанни радаре и вот словом мультфильме 1997 года очень хорошем мультфильме как бы отброшен вот этот социально-политический фактор и я напомню что там коротышки осмотрел этот мультик и пересматривал они боролись как бы не за социальную справедливость против вот этих капиталистов угнетателей нет они боролись за экологию и в этом тоже есть примета времени когда в олигархической стране отбрасывают вот этот вот социальный фактор однако однако это не не скрывает главного а главное заключается в том что не знайка на луне это совершенно блестящий текст это манифест если угодно пусть и в книге для детей это манифест борьбы за правду а правда я напоминаю в русской традиции она воспринимается как истина и как справедливость и вот герои как и автор не знаете они борются и за истину и за справедливость и не случайно герой этой книги давайте дальше копать да это ну такой себе чудак не знаю как и чудак который отказывается принимать вот эту вот страшную на самом деле отвратительную лунную реальность где все где все построено на выгоде на расчете деньги ничего кроме денег казалось бы детский образ не знай когда там шляпе с этой шикарной но ведь это пересекается и например с мышкиным у достоевского до идиот или из более современных примеров сантехник никитин это фильм юрия быкова дурак потому что да по факту только такой герой только такой чудак и может бросить вызов несправедливости когда остальные станут молчать то есть по сути носов не только четко ясно да исследует капитализм и показывает всю его человека ненавистническую сущность он не только показывает приметы того времени он устремляется в будущее вот точность этих описаний изумляет по сути знаете я позволю себе такие параллели вот как мертвые души да это ведь такая такой музей да если угодно разных русских российских типажей и на самом деле не знаю-ка на луне это тоже такой музей то есть да понимаете что делает носов он с одной стороны показывает тут чудовищный западный капитализм а с другой стороны он по сути описывает страну в которой окажемся мы с вами вот там спустя 30-40 лет и вот этот точность еще раз повторюсь точность совпадение изумляет то есть смотрите власть олигархов до различная система откатов и взяток монополизация бизнеса манипуляция сознанием преклонение перед рекламой культ потребления там карманные правоохранительные органы загадочные какие-то топ общество и ложи бандитизм и конечно это блестящая находка это остров дураков как просто идеально и глобальная аллюзия на матрицу в которой мы существуем превращаемые ли там уже превращенный да простят меня некоторые в барана с трудом с трудом находящий силы чтобы сопротивляться этой мутации абсолютно довольны от отупления вседозволенности как у хаксли помните там раб должен быть доволен своим рабством таково совершенно тоталитарное общество все это прекрасно угадывает и чувствует николай носов он пишет на самом деле она с вами он пишет о россии в которой мы сегодня существуем но ужас заключается в том да мир казалось бы он живет в этой реальности описанной носовым но ужас заключается в том что у носова в его книге лунатики сами были не способны изменить сложившиеся порядки то есть они были там слишком слабыми слишком замученными я не знаю гипнотизированными загипнотизированы там рекламы и пропаганды и так далее для этого для освобождения да им понадобились пришельцы в роли которых выступает там пончик незнайка и другие то есть спаситель приходит извне но в нашей реальности кто может стать вот этими пришельцами спасатели откуда может прийти спасение пожалуй что ответ таков нам придется спасаться самим спасаться в этой великой борьбе за справедливость это была программа игра в классике меня зовут платон беседе берегите себя своих близких и помните что жизнь только подражает литературе мы сегодня вновь в этом убедились удачи вам мира любви справедливости и терпения пока